я говорю ты откуда будешь я из россии московскую область это хорошо чуть россию показывать да как сказать не совсем то беден да слетело все с этими вопросами ну ладно так звать евгений евгений я даю принял даня скажи мне пожалуйста хотел тебе задать вопрос знаешь ли ты о существовании локотской республики какой еще раз локотской локотской его не выговариваю к сожалению локотской правильно такая республика очень интересная была создана на территории современной центральной россии там районе кольска русские патриоты были ее составе можно сказать только вот была одна проблемка они воевали воевали против коммунистов как думаешь на стороне кого него его могли воевать против коммунистов западом германии о точно цель прямо попадание вот именно на стороне германии воевали вот такой у них был гербок вот этот родимый тот самый да то что змея вот что я вообще в принципе хотел спросить ты слышал про существование фильма холод холод нет вот холод в этот ваш 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 вашими ребятками создан фильм хусейна эркенова то есть это кавказ кавказский да ну это не наш в принципе я согласен да в общем то я согласен но сейчас кавказ вашем составе находится не пусть находится ничего не видать я так понял загуглил дача не вопрос это тоже кавказ и я сказал что друзья и азербайджан нет там очень маленькая часть у нас только выходит наш состав кавказов который раньше был по сравнению с тем что был режиссер данного фильма входит краски не в наш немножко так скажем состав россии это чудесно принципе я с вами согласен по стоп фильм вы уже за воли я так понял я узнал просто режиссера он находится мне нашей так скажем на нашем составе ну хорошо давайте фильм приказано забыть слышали давай хорошо давай там там режиссера можете загуглить сейчас у меня вылетел из головы чуть откуда кинозвони берешь его вообще никто не знает их в том же интерес понял в том же интерес а то все все что 5 лет рейтинг где ты находишь фильмы да да потому что россияне очень убедились на этот фильм знаешь почему почему рейтинг понимаешь рейтинг это я когда сейчас мне кто-то меня кто-то видел я создаю пять аккаунтов и захожу ему репутацию за секунду сношу вот что такое рейтинг а по факту сама суть фильма в чем ну расскажем ты заволи в этого как его хусейн кенов так снятый это холод у нас это у нас холод так приказано приказано забыть снятый как раз в грозном смотри в грозном снят в 2014 году он был выпущен в грозном в грозный грозный 2014 году был в россии или нет конечно россии так вот скажи пожалуйста почему этот фильм сразу запретили как только он вышел еще откуда ты знаешь такие фильмы не слышал потому что их запретили знаешь почему потому что холод это депортация блин залогал секунд давай давай эту депортация карачаевцу народ такой на кавказе северном приказано забыть это депортация чеченцев и uncontrollers это депортации времен второй мировой войны сорlight 3-'44 годов которые были полностью выяслены народы. Вот те, которых я уже перечислил. Но в чем еще не закончил? В чем основная причина депортации и обвинения в коллаборационизме, сотрудничестве с Гитлером, Вермахтом? Понятно. Я вот задаюсь вопросом таким очень скажем, очевидным. Почему с Лукотской республики на территории России, где были русские сотрудничали с немцами, никого не депортировали? Они просто были. Что они были? Партизаны были. Немецкие партизаны. Это да. Сколько там, кстати, в этом русской освободительной армии участвовало человек? Крым наш смотрел? Фильм Крым наш смотрел? Да, что, кстати, во имена Геббелеса, знаешь, во имена Геббелеса что-то подобное выпускали. Видел фильмы про Гитлера когда-то в 30... Каком? Четвертом вроде? Четвертом или 37-ом? Выпущен был фильм про Гитлера, как он там земли новые присоединял. Видел такой фильмец? В 3-м архе. Вот Крым наш тоже тоже что-то похожее. Понял по сюжету в принципе. Похоже. Вот ваш Путин, Путинка очень любит, я вижу, Ильина. Знаешь, кто такой Ильина? Ага. Кто Ильин? Философ. Философ. Вообще, это, какая у него статья вышла в 48-м году? Да я не посмотрел, нормально, кто такой Ильин. Это как 48-й год. 48-й год, это что у нас было такого важного, важного в 48-м году? Нюбергский процесс, я тебе подскажу. Нюбергский процесс. Так вот, он выпускает статью, называется ах hist-ми. Знаешь, что говорит он в этой статье, Ильин? Он что говорит? Что это очень недооцененная вещь и что его нужно использовать в будущем в России, имеется в виду. В Советском Союзе, в России в чем-то, чтобы яручен. Начинаем. 82-й год. Начало образования киевской Руси. А что такое киевская Руссь, расскажи. Это украинские земли, а русские захватил Что такое Киевская Русь, ты мне скажи четкий термин сначала Я вообще не знаю, расскажи мне Зато ты знаешь, как жарать во время беседы Слушай, а ты на кого учишься? Я операционная деятельность в логистике Заканчиваю учебу Господи, да что с этой логистикой? Это третий логист мне за день попался Что за массовое нашествие логистов в чатарлетке? Все что-то по логистике Видишь? Ну потому что сейчас это важно Видишь, логисты Киевской все рассказывают Молодец Молодец Так что я хотел сказать, какой-то секунду Что ты хотел сказать? Ты хотел что сказать Я тебя спасил за Локотскую Республику Почему русских по такому же принципу коллаборационизма не депортировали? Мужик Давай хотя бы завтра созвонимся Дискорд, дай мне свой Уже тебя набираю Я буду хотя бы трезвый Давай я буду трезвый Смотри, уже набираю Алло Ты где там? Я тебя хотел спросить Почему Не-не-не Почему Локотскую Республику не депортировали? Давай я за Киевской Руси Алло Алло Тебя плохо слышно Тебя плохо слышно Скажи, пожалуйста Почему Локотскую Республику не Не депортировали? Население Что ты говоришь? Еще раз повтори Повтори Да понятно почему Потому что русские Мы русские с нами Бог Я вопрос повторения не слушал Мы всея Руси Мы в 13 гимнах СССР Восхваляемся как великий народ В 13 республиках гимн был Там восхваляется великий русский народ Понимаешь? Все нации, все народы пострадали от СССР Вот только с русскими вопрос Голода моря не было Депортации не было Если мы берем какой-то большой террор Ну такое Конечно, там могли Это скорее исключение Нежели массовый порядок Думаешь? Как думаешь? В чем? В чем? Да я тебе уже ответил, кстати В чем? Можешь не отвечать Ты очень долго тянул Я тебя попросил вопрос Повторить Что про него рассказывать Я тебе его пять раз повторил Если у тебя Слухового аппарата нет Можешь купить И тогда тебе будет проще Нет, я тебя попросил В конкретный момент повторить Ты не ответил на него Понял У тебя вопросы есть У меня к тебе вопросов уже нет Мне достаточно Твоих знаний И твоего интеллекта Ого Вопросы есть? Как нам мат на галю поставить? Чего? В шахматы играешь? Алл Путин играет Смотри Ты куда Куда этот Не забудь купить Я не знаю Там на Алиэкспрессе продают такое Думаю в России точно продают Икона Путина Икона Понял? Когда будешь заходить Фотография Путина Не икона Не икона Есть икона Есть икона Прям на которую молятся Покажи мне Покажи мне Это без проблем И Сталина, кстати Есть еще иконы Какую лучше ты хочешь? На какую ты будешь молиться Искренне? Это база Чего это база? Это диагноз, дорогой Так Да, да Икона Путина Икона Путина Смотри Мне позапоросу Икона Путина И выдала Миллион Смотри Миллион Его икон Вот первое Ну ты купи Покажи Покажи Где мне купить Вот себе Это твои проблемы Это твои проблемы Вот себе Перед дверью Повесишь Понял Как подкова На удачу И будешь Когда заходишь В квартиру Будешь молиться Понял И намаз исполнять Будешь Садиться Там На колени Иставать И перед ним Короче Извиваться Все что хочешь Короче Что придумаешь Что и будет Вот Это Принадлежат Идеально Идеально Идеология Рашизма Видишь Вот Пацанчики Уже В эту Секту Зашли Вот У тебя Тоже Я вижу Такое Славное Будущее Тебе Так же Давай Купляй Икону Скорее Всего Тебе Есть Еще Скажу Да По теме Путин Решил Напасть На Киев На Украину В принципе Потому что Объясни Ты мне Своим Языком Ну То Тебе Сколько Лет Тебе Сколько Лет Тебе Сколько Лет Мне 23 Для тебя Тебе 23 Смотри 10 лет назад Когда тебе Было 13 Он Уже Напал На Украину Он Аннексировал Крым И Так же Начал Заворушку В Донбассе На Донбассе Который Собственно Полномасштабное Вторжение То есть Это вторая Фаза Войны Понял Если тебе Что-то там Ржачно Можешь Открыть Йеркина Йеркин Это Полковник ФСБ Который Захватывал Славянский Другие Города Эти Администрации В Донецкой Области Он Лично Говорил Что На Курок Войны Спусковой Крючок Войны Нажал Я Потому Что Без Нас Бы Никакой Донбасс Ничего Бы Не Бы Потому Что В принципе Всем Плевать На Вашу Скажем Великую Россию Которая Не Может Элементарно Поставить Мост В Якутии Уже Больше 20 Лет Вот Это Посмотришь Интервью Вот Это Увидишь Медальку 20 февраля 2014 Года За Освобождение Крыма Вот Это Все Посмотришь И узнаешь Когда Путин На самом Деле Начал Войну Тут Вопрос Когда Он Полномасштаб На Торсе Вот Тогда Возможно Что Для тебя Будет Новое Для Логиста Слушай Логист Кстати Речку Чтобы Добывать Алмазы Скажи Мне Пожалуйста Почему В Киеве Тогда Не построили Мост В каком Году Распался СССР Наполни В 91 92 Ну Там Просто Длитель А 92 Распался СССР Сколько Онлайн Сколько Во Zero Обидно Обидно А Что Обидно У нас У вас Больше Боже Мой Мне до вас Далеко А вы Чем Здесь Занимаетесь Как Вы Подписчиков Набиваете Вот С помощью нее Хороший У вас Контент Такой Мужской Да Больше Конечно Женский Так Мы В игры Играем Мэнс Клаб Да Да Мы В игры Играем Только Мужская Аудитория Женщина Ну В принципе Да В принципе Умно Я бы сказал Логично И умно Один Твій лайк Це 10 Нових Глядачів Рекомендованих Алгоритмами Ютуба Проте Через Безкінечні Атаки Російських Ботоферм Український Контент Опинився В тіньовому Бані Підтримай Українських Блогерів Лайком Та Підпискою Не тільки На Ютуб А й Телеграм Каналі Щоб Мати Доступ До Всього Матеріалу Використаного Відео Слава Україні Матеріалу 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 Матеріалу